Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадий Рузов. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Заречном отмечен рекорд рождаемости. Помогли пензенские роженицы. Перинатальный центр справился с задачей. Я сама Зареченская, а муж пензенский. Но решили рожать здесь. По рекомендациям. Сказали, что здесь отличный центр и лучше рожать здесь. Всероссийского успеха добился слесарь производственного объединения «Старт». Евгений Калашников – третий в отраслевом конкурсе профмастерства. Учили, как паять, как схемы читать. Но, собственно, в техникуме он уже, наверное, много чего нахватался. Ну и все это вылилось в итоге. Что стал слесарем, погиб. И не просто там четвертого, пятого разряда. У него уже седьмой. Как ускорить социально-экономическое развитие города? Рецепт выписан. Рассматриваются варианты. Один из наиболее проработанных проектов создания территории опережающего развития как раз у Заречного. Мы рассчитываем, что Заречный будет одним из первых, кто успешно подготовит и подаст такую заявку. Очень большая ягода способна удалить жажду и отравить организм. Что нужно знать при выборе арбуза? При покупке бахчевых культур обязательно нужно обращать внимание на сохранение целостности плода. Перед употреблением бахчевые культуры необходимо промыть проточной чистой питьевой водой. Так как микробы с загрязненной поверхности при разрезании могут попасть внутрь спелой мякоти, которая является очень благоприятной средой для размножения микробов. По информации управления ЗАГС Пензенской области, за первые полугодия текущего года у 96 женщин Сурского края родились двойни и три женщины стали мамами троин. Отмечен рост числа новорожденных по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Растет количество многодетных семей. За 6 месяцев в семьях Пензенской области родилось 919 третьих и последующих детей. Свои рекорды в демографии фиксирует и Заречный. Григорий Тризна пересчитал всех новорожденных. Для семьи Клюшниковых маленький Егор – долгожданный первенец. Он появился на свет в Зареченском перинатальном центре. Я сама Зареченская, а муж Пензенский. Но решили рожать здесь. По рекомендациям. Да. Сказали, что здесь отличный центр и лучше рожать здесь. Егорка родился 6 августа в 4 часа век дня. Весил он 3200, а рост у него был 50 сантиметров. Он сейчас подрос. Кроме Егора на прошлой неделе в Заречном появилось на свет еще 27 детей. Для нашего перинатального центра это рекорд рождаемости за неделю за все время его работы. Больше половины малышей – 16, родилось 6 и 7 августа. Среди новорожденных – одна двойня. Все хорошо. Оперативных родов было, слава богу, не очень много. То есть 5, которые потребовали нашей непосредственной помощи. Остальные были, скажем так, естественным путем. И сотрудники, скажем так, со всем справились. На этой неделе врачи акушерского отделения продолжают трудиться в напряженном режиме. В Заречном уже появилось 6 новых жителей. Григорий Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Сегодняшний день тоже подарил Заречному новых жителей. За время подготовки сюжета к выпуску в акушерском отделении перинатального центра появились на свет еще 3 малыша. Дай бог всем здоровья. Продолжается работа по подготовке к организации на территории Заречного территории, опережающего социально-экономическое развитие. 12 августа представители Росатома осмотрели площадку, предлагаемую под создание ТОСЭРы в нашем городе. Поясню, территории опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТОРы или ТОСЭРы, это специальные экономические зоны с инвестиционными льготами и минимальным регулированием. В федеральном законе под такими территориями понимается часть субъекта Российской Федерации, включая и закрытое административно-территориальное образование, на который в соответствии с решением правительства России установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской или иной деятельности. Этот режим должен позволить сформировать благоприятную среду для привлечения инвестиций, обеспечить ускоренное развитие экономики и создать комфортные условия для населения. Тему продолжит Ксения Тризна. 18 гектаров – таков размер законсервированных производственных площадей в Заречном. Но в скором будущем они снова могут быть использованы. Наш город собирается вступить в государственную программу «Территория опережающего социально-экономического развития» и предоставить эти площади инвесторам. В закрытых городах проект курирует госкорпорация «Росатом». Ее представители приехали в Заречный, чтобы своими глазами увидеть цеха и коммуникации. Это здание, оно как раз очень хорошо ложится на то, чтобы получить любую форму государственной поддержки, чтобы привести это в порядок. Просторные корпуса практически универсально подходят для любого производства. К тому же удобно расположены. Рядом проложены дороги, вся территория структурирована, поделена на кварталы, соединенные транспортными путями. Понятно, что это очень ценный актив, значит, что можно разворачивать очень серьезный проект на базе этой площадки. В рамках проекта «Территория опережающего социально-экономического развития» производственные площади предоставляются бизнесу на очень выгодных условиях. Упрощены административные процедуры, уменьшено налоговое время. Все это поможет улучшить состояние экономики в регионе. А для Заречного новые предприятия – это дополнительные рабочие места. Один из наиболее проработанных проектов создания территории опережающего развития как раз у Заречного. Мы рассчитываем, что Заречный будет одним из первых, кто успешно подготовит и подаст такую заявку. Открывать территории опережающего развития в городах присутствия госкорпорации «Росатом» начнут в январе 2016 года. К этому времени зареченский проект «Тассер» должен быть полностью готов. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Завершив знакомство с предложенной Заречным производственной площадкой, которой уготована роль стать базой для привлечения инвестиций, участники выездного совещания собрались за круглым столом в бизнес-инкубаторе «Импульс», чтобы обменяться мнениями. На встрече присутствовали представители госкорпорации «Росатом», городской администрации Заречного, правительство Пензенской области. Они обсудили перспективы и специфические особенности создания территории, опережающего социально-экономическое развитие в Заречном. В основе ее, как вы все знаете, будет находиться федеральная управляющая компания, которая на 100% будет принадлежать Российской Федерации. А дальше мы должны посмотреть, каким образом управляющая компания должна быть создана здесь, в Пензенской области, в Заречной. Как она будет масштабирована, какие есть наработки здесь, в территории, которые мы могли бы использовать для того, чтобы компания максимально в короткие сроки заработала и начала предоставлять потенциальным резидентам или уже новым резидентам определенного рода услуги. Что выиграет Заречный и его жителей, если в городе будет организована территория, опережающая социально-экономическое развитие? Что это дает для нас? Это организация в Заречном кластере приборов станков инструментальных производств, ориентированных на импортозамещение и выпуск конкурентных способных продукций на международном уровне. И самое главное, наша конкурентная борьба и возможность быть территорией опережающей развития дает нам такую возможность за кадровый потенциал. То есть мы говорим о том, что с помощью этого закона и развития такой площадки мы сможем привлечь и у нас будет огромное количество рабочих мест. Почему мы в этом так уверены? Потому что те льготы, которые данный закон предоставляет для резидентов этой площадки, говорят о том, что открыть там производство дает более высокие шансы для того, чтобы развить свой бизнес и выйти на уровень крупного бизнеса. Сегодня в России отмечается День военно-воздушных сил. Этот праздник получил статус государственного и призван способствовать повышению престижа военной службы, возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Безусловно, День военно-воздушных сил установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. О том, сколько зареченцев отмечают этот праздник, о сотрудничестве города с Сызранским высшим военным авиационным училищем летчиков и с Сызранской подшефтной воинской частью мы поговорим с начальником муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорем Ермаковым сразу после информационного блока программы. В городе Северске Томской области на базе и площадке Сибирского химического комбината прошли сразу два профессиональных турнира. Финал четвертого всероссийского конкурса дозиметристов, профессии достаточно редкой, но чрезвычайно важной, и четырнадцатый отраслевой конкурс профессионального мастерства среди рабочих организаций госкорпорации Росатом по профессии слесарь по КИПА. То есть получился на самом деле двойной профессиональный праздник. В нем всего приняли участие 60 специалистов, которые представляли 39 предприятий из 24 субъектов. В конкурсе прибористов третье место среди опытных сотрудников досталось представителю производственного объединения «Старт» Евгению Калашникову. С ним встретилась Ксения Тризна. Евгений Калашников работает на производственном объединении «Старт» уже 10 лет. Наградообразующие предприятия он устроился сразу после окончания учебы. На ПО «Старт» я пришел после Зареченского многопрофильного колледжа. Именно тогда он так назывался. Ну, собственно, мне понравилось здесь проходить практику, но я и остался здесь работать. Евгений стал слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики и считается одним из лучших специалистов производственного объединения «Старт». Его умения и способности оценили и на всероссийском конкурсе профмастерства. На состязаниях в Северске зареченский слесарь завоевал третье место. Вместе с Евгением Калашниковым за победу боролись еще 17 специалистов. Была дана схема прибора, устройства, так скажем, и было несколько неисправных элементов. То есть эти элементы нужно было найти. На все это давалось определенное время. Евгений успешно справился с заданием. Для него это не первое выступление на таких конкурсах. В 2011 году в городе Глазове он тоже занял третье место в младшей возрастной группе. В этом году он соревновался уже с опытными мастерами. Готовиться к конкурсу Евгению помогали коллеги. Учили, как паять, как схемы читать. Ну, собственно, в техникуме он уже, наверное, много чего нахватался. Ну и все это вылилось в итоге. Что стал слесарем, погиб. И не просто там четвертого, пятого разряда. У него уже седьмой. Высший разряд для слесарей – восьмой. И в планах у Евгения в скором времени добиться звания слесарь восьмого разряда. Ксения Тризна, Игорь Байдаков, телерадио, компания «Заречный». Продолжается лето. Одни подростки отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Другие зарабатывают себе на карманные расходы или полезные приобретения. Например, поручения сотрудников предприятий ЖСКХ ежемесячно выполняют 27 школьников. С некоторыми из них познакомился Дмитрий Балясников. Алена Маханкова на муниципальном предприятии жилищно-социального и коммунального хозяйства летом работает не первый год. Девушке нравится работать в таком дружном коллективе. Да и у родителей на карманные деньги спрашивать не приходится. Друзья Алены с пониманием и уважением относятся к тому, что девушка вместо того, чтобы нежиться в кровати в последний месяц лета, ходит каждый день на работу к 8 утра. И даже сами последовали ее примеру и тоже решили поработать в августе. За время работы ребятам приходится выполнять разнообразные задания. Дети обеспечены у нас инвентарем, перчатками, помогаем дворникам, убираем мусор, собираем траву, ветки, которые обрезаем, мусор, шишки, очень много шишек на детских площадках. Столько благодарности от жителей получаем. Прямо выходят и говорят спасибо. Действительно очень добросовестные дети. Работают хорошо. Я сама прям вот рада. Всего за летний период 2015 года в ЖСКХ был трудоустроен 81 подросток. После отработанного месяца все ребята остаются довольными и планируют на следующий год опять прийти работать в жилищно-социальное и коммунальное хозяйство. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Вечером 11 августа в 18.26 на центральный пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в промышленном районе города. Произошло возгорание мусора в нежилом, нерабочем помещении. Собственнику материального ущерба не принчено. С какими-то сложностями вы столкнулись? Нет сложностей никаких. Личный состав сработал четко, грамотно и буквально в первые минуты далось уже ликвидировать сгорение. Возгорание было ликвидировано силами специальной пожарно-спасательной части номер 3. В тушении приняли участие два отделения и звено газо-дымозащитной службы. Параллельно с пожарными расчетами на месте происшествия работал дознаватель госпожнадзора, который произвел осмотр места и опросил свидетелей. Были составлены соответствующие акты и протоколы, в которых зафиксировано сведения о том, когда обнаружено возгорание, когда была вызвана пожарная бригада и во сколько она прибыла на место, сколько расчетов было использовано при тушении, а также какие средства пожаротушения использовались. На основании собранных материалов и результатов заключения будет вынесено решение о причине возгорания. Вполне вероятно, что злую шутку сыграла сухая жаркая погода. Роспотребнадзора Роспотребнадзора рекомендует перед покупкой ягод спрашивать у продавцов разрешение СЭС и сертификат соответствия товара требованием стандарта. Дело в том, что для раннего созревания плодов некоторые производители поливают арбузы нитратами и другими азотными удобрениями. Определить их содержание можно только в лабораторных условиях. Тему продолжит Дмитрий Балясников. Арбузы необычайно вкусные и полезные для здоровья плоды. В августе недостатка в них нет. Эту самую большую ягоду продают на рынках, во дворах и вдоль дорог. Главная опасность, которую они могут нести в себе, это нитраты. Но не только они. Ведь кожура арбуза впитывает в себя все вредные элементы, которые содержатся в воздухе. Поэтому в избежание пищевых отравлений, связанных с употреблением бахчевых культур, необходимо знать, помнить и обращать внимание на требования, которые предъявляются к продаже больших ягод. Торговые точки, предназначенные для реализации бахчевых культур, должны быть оборудованы навесами, контейнерами и подтоварниками. Лица, осуществляющие реализацию бахчевых культур, обязаны в установленном порядке проходить периодические и предварительные при поступлении медицинские осмотры. При этом на рабочем месте они должны при себе иметь личную медицинскую книжку с соответствующими отметками. Помимо этих правил, продавец на рабочем месте должен находиться в чистой одежде и содержать свое рабочее место и прилегающую территорию в чистоте. По требованию покупателя, продавец обязан предоставить информацию о товаропроизводителе, о дате сбора урожая и о качестве реализуемой продукции. Специалисты рекомендуют покупателю обращать внимание на внешний вид приобретаемого товара. При покупке бахчевых культур обязательно нужно обращать внимание на сохранение целостности плода. На арбузах и дынях не должно быть вмятин, трещин и других каких-либо повреждений. Перед употреблением бахчевые культуры необходимо промыть проточной чистой питьевой водой, так как микробы с загрязненной поверхности при разрезании могут попасть внутрь спелой мякоти, которая является очень благоприятной средой для размножения микробов. Где и какой покупать арбуз или дыню – дело, конечно, личное. Но все же стоит семь раз подумать, прежде чем приобрести товар подешевле на обочине без гарантии безопасности или в специализированной торговой точке, пусть даже с небольшой переплатой. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Сейчас реклама, после которой мы поговорим о сотрудничестве города с Сызранским высшим военным авиационным училищем летчиков и Сызранской подшефной войсковой частью. К нам в студию придет начальник муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорь Ермаков. Уверен, информация и военкома будет полезна для выпускников школ и их родителей, а также для будущих призывников. Дождитесь. Вы купили Алмак. Почему? Знаете, мне Алмаком лечили спину? Остерхандрос у меня. Пускай дома такой будет. Летняя акция. Только с 11 по 15 августа спешите купить Алмак со скидкой. В аптеках Фармтрейд и в Центральной аптеке. Чем к школе ближе, тем целым ниже. В Канцлере акварель за 49,90. Предметная тетрадь за 19,90. Куаш за 149,90. А рюкзак за 399 рублей. Экономим на покупках, а не на знаниях. Все в организаторе. Правилах и сроках проведения акций уточняйте в магазинах Канцлер. Кафе «Сверель» и «Такси Гост» объединяют усилия, чтобы каждая минута вашего отдыха прошла в абсолютном комфорте. Набирайте номер в Заречном 65 65 65, вызывайте такси «Гост» и приезжайте в кафе «Сверель» в Пензе на улице Аустрина, 144А. А мы вас встретим, устроим вам незабываемый отдых в домашнем интерьере с изумительной кухней и вернем 150 рублей за поездку. Подробности по телефону 3907 66. 3907 66. Кафе работает круглосуточно. Доходная программа «Молоко. Белое золото России». 24,75% годовых. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Риски по сбережениям застрахованы. Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал». 99 87 41. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Собрать ребенка в школу в магазине «Инмарт» просто и выгодно. Удобные рюкзаки, новые коллекции тетради и дневников. 10 тысяч наименований товаров для школы. Учитесь с удовольствием. «Инмарт». ЦУМ. Нулевой этаж. «Прайм». Магазин электроники твоего города. А наши цены ушли в отпуск. Только в июле и августе. Скидка 30% на размещение рекламы на телевидении, радио, мониторах городских автобусов и в интернете. Спешите! Телефон отдела рекламы 60 70 41. Мы продолжаем. У нас в гостях начальник муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорь Ермаков. Мы говорим о сотрудничестве города с Сызранским высшим военным авиационным училищем летчиков и подшефной войсковой частью, расположенной в Сызране. Игорь Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зареченцы. Но вначале я хочу от лица коллектива телерадиокомпании поздравить лично вас с Днем Военно-Воздушных Сил. Это же лично ваш профессиональный праздник, я не ошибаюсь. Да, большое спасибо за поздравления. Большое спасибо. Я хотел бы обратиться ко всем зареченцам, кто причастен к авиации, кто причастен к Военно-Воздушным Силам, кто служил в авиации, кто учился в Военно-Воздушных Авиационных Училищах, летчиков. Всех с праздником. Пожелать крепкого здоровья и мирного неба над нашими головами. Игорь Александрович, а лично вы как пришли в авиацию? Лично я пришел в авиацию. Я из династии офицеров запаса, то есть офицеров. У меня все мои родственники, практически все, заканчивали Высшее Военное Авиационное Училище Летчиков Академии Авиационной. И мне выбора просто не оставалось никуда. Мне нужно только пойти в авиацию. Я выбирал единственное военное училище, в какое мне поступить. Из тех военных училищ, которые существовали в далеком 88-м году. 88-й год. 88-й год, да, далекий 88-й год. Я прошел профотбор в одно из Курганское именно авиационное училище. Профотбор прошел по здоровью, отбор, и сдавал вступительные экзамены в это военное училище. Успешно сдал. Стал в 88-м году курсантом данного училища. И в 92-м году закончил его отдел погоны. А ведь в синие погоны на свои плечи с 92-го года я ношу синюю военную форму. Игорь Александрович, я думаю, будет интересно будущим абитуриентам, будущим выпускникам узнать о правилах поступления, может быть, о каких-то особенностях при поступлении в высшие военные училища, авиационные именно. В авиационные военные училища особенности есть, конечно. Самая главная особенность – это медицина. Углубленная медицина, если во все военные училища Министерства обороны нужно иметь идеальное здоровье, то летное нужно иметь здоровье, просто идеальнейшее здоровье. То есть, где никаких отклонений не должно быть нигде, ни по каким стезям, ни по каким параметрам. То есть, идеальнейшее здоровье – это, во-первых, любовь к небу, во-вторых, любовь к своей родине – третья, любовь к самим летательным аппаратам – это, наверное, четвертое. Что еще бы хотел сказать? Занятие спортом. Все-таки у летчиков свое, свои упражнения, свои, если в обычной военной училище у нас больше бег и подтягивания, то там лопинг, то там батут, то там вестибулярный аппарат. Смотрите, вот на эти вот моменты надо ребятам обращать внимание. Координация. Вот кто желает поступать именно в летное училище, на это нужно обратить внимание особое. Игорь Александрович, а есть ли какая-то статистика? Вот в городе Заречном для скольких граждан День военно-воздушных сил является профессиональным праздником? Сколько у нас летчиков в городе? В городе у нас за последние 25 лет, я вот так вот возьму, которые сейчас находятся у нас на учете, в отделе, 95 юношей проходили срочную и контрактную службу в военно-воздушных силах. И 18 офицеров проходили, служили в авиации. Это ребята, которые заканчивали, закончили Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, закончили Челябинское училище штурманов, закончили Краснодарское авиационное училище летчика, закончили Борисоглебское училище, Тамбовское училище, тогда еще существовало училище летчиков. То есть вот у нас будем говорить так, что праздник военно-воздушных сил заканчивает, это третий наш, третий наш профессиональный, городской бы, я бы сказал, военный праздник. Начинали мы отмечать день военно-морского флота, продолжали ВДВ у нас, второго и третий, триада, как я их называю, заканчивает вот у нас день военно-воздушных сил. Вы уже сказали про Сызаринское училище, вот поподробнее, у нас же сложились очень теплые и тесные отношения с ними. У нас замечательные отношения с командованием и профессорским преподавательским составом Сызаринского высшего военно-авиационного училища летчиков. Уже четвертый год подряд мы проводим дни открытых дверей у нас в городе, этого высшего военно-учебного заведения. Победителей военно-патриотических мероприятий мы возим, показываем училище, показываем аэродром, где ребята своими руками смотрят вертолеты, трогают вертолеты, летаем, летают ребята желающие, возвращаются, влюбляются в небо, влюбляются во-первых в небо и потом поступают. На данный момент у нас четверо выпускников наших школ учатся в Сызаринском высшего военно-авиационном училище летчиков. Выпускник в этом году у нас будет, первый выпускник за последнее время. Два юноши у нас учатся, перешли в этом году на третий курс. И один Штырев Дима поступил, стал курсантом данного летного училища. В этом году планируете навестить? Конечно, в этом году мы планируем и навестить и военное училище, и наше подшефное подразделение, где у нас проходит службу, срочную службу. Наши юноши, которые с нашего города. В субботу убывает, у нас едет туда коллектив, большой коллектив, куда мы берем с собой и родителей. То, чтобы посмотрели быт, жизнь наших призывников и наших курсантов. Обратили внимание, где мы будем встречаться с профессорским, с преподавательским составом. Посмотрим столовые, ну как всегда, культурные программы. И жители нашего города подарят хороший концерт летчикам, инженерам, срочникам, контрактникам военно-воздушных сил, которые дислоцируются, служат, учатся в Цезерине. Если не секрет, кто из творческих коллективов поедет? Пока держим в секрете. Мы это держим в секрете. Узнаем об этом. Город узнает об этом. Мы, конечно, представим отчетный материал. Обязательно покажем, обязательно расскажем. Игорь Александрович, и в завершение нашей беседы, буквально коротко, какими качествами должен обладать будущий летчик, какими качествами обладает настоящий летчик? Качеством, которым должен обладать и будущий, и настоящий летчик, во-первых, это беззаветная любовь к своей родине. Это первое. Что по любому моменту готов отдать жизнь свою ради своего отечества. Второе. Это любовь к летательному аппарату и любовь к небу. Вот. Эти основные качества, которые я бы выделил, которые у летчиков должны быть и которые есть у них. Игорь Александрович, еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам успехов в вашей работе. Большое спасибо. И благодарю вас за участие в нашей программе. Напоминаю, у нас в гостях был начальник муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорь Ермаков. Мы говорили об авиации. И в завершении выпуска объявление для садоводов и огородников. Напоминаю, что с 15 августа изменится время отправления последнего автобуса из коллективных садов. В субботу последний рейс будет в 19.00. Наш выпуск завершит информация о погоде и курсе валют. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это – залог успеха пластиковых окон компании «Ремстрой». С компанией «Ремстрой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok